Здравствуйте, уважаемые водолеи! Гороскоп на октябрь 2019 года. Общий астрологический прогноз. Смотрите это видео, если вы по знаку Сдиака водолей, то есть по солнышку, а также если вы по асцененту или по Луне водолей. В самом начале месяца Плутон разворачивается в директное движение в вашем 12 доме. Эту энергию вы уже ощущаете, ощущаете с середины сентября. И она о том, что время готовится. Время готовится к каким-то важным, значительным переменам в вашей жизни. У кого-то это период беременности, подготовки к родам. У кого-то это период написания какого-то научного, творческого труда. Кто-то без работы сейчас и в поисках готовится к новой работе, к новой должности. Это все может случиться уже вскоре, уже в октябре. В этом месяце полнолуние в вашем третьем доме. Поэтому всю половину, первую половину октября, очень много новостей, очень много известий. Вы можете узнать о том, что что-то важное в жизни вашего брата, сестры, дяди, тети или соседей происходит. Что-то случается у ваших коллег. У них могут быть рождение детей, беременность, свадьбы, увольнение, поступление на новую должность, какие-то движения иного плана и рода. Также всевозможные движения, передвижения, а может быть окончания долгих путешествий, странствий и мытарств приходится на 14 октября лично и для вас. Если вы были в командировках, то к 14 октября можете закончить этот период командировочный. Если вы где-то обучались, также может закончиться период обучения. Если вы решали какие-то вопросы с документами, связанные, может быть долго решали, например с апреля этого года, то также здесь в районе полнолуния 14 октября вы можете получить на руки какой-то долгожданный документ. Это может быть не только бумага как документ, но и бумага как деньги, наличка. Также это может быть другая материя. К примеру, это могут быть ключи, ключи от квартиры, ключи от машины. Можете и машину здесь приобрести, либо завершится ремонт вашего транспортного средства. Либо вы его продадите. Если вы хотите продавать свой старый автомобиль бэушный, то делайте это на ретро-Меркурии, начиная с 31 октября и первые 20 дней ноября. Ретро-Меркурии будет у нас ничего нового, не покупаем нового автомобиля, ни в коем случае не приобретаем. А вот чтобы продать, перепродать или купить дешевле, продать дороже, период ретро-Меркурия подходит. Напоминаю, с 31 октября по 20 ноября ретро-Меркурий. А в октябре он прямой, прям мёхонький, гарантирует вам прямые дороги и прямые пути. Как коммуникативные в общении, всё прямо, открыто и ясно, так и в делах документальных, денежных, а также связанных с получением на руки каких-то ключей. Как в прямом смысле ключ к чему-то, так и в переносном смысле. Вы узнаете какую-то тайну, возможно, в самом начале октября, которая развяжет вам руки или откроет вам новую дверь. В том числе это может быть дверь к работе и на работу, потому что больше всего энергии в этом месяце в 10 доме, в Скорпионе. Да, энергия про работу, но я напоминаю вам и картинку специально такую выбрала для вас, чтобы вы не забывали, что всё-таки этот год, 2019, у нас про то, что северный узел в раке. А рак — это семья и забота, и любовь, и тепло, души и сердца. Поэтому месяц идеально подходит для вас, для карьеры. Но занимаясь карьерой, не забудьте о семье. Уже в начале месяца те, кто искал работу, могут её найти. Если вы только начинаете искать работу, начинаете ходить на собеседование, чудесно, с 3 октября Меркурий в вашем 10 доме карьеры даст вам возможность найти работу там, где вы хотите занять желанную должность, повысившись в статусе, перейти на новый уровень себя как профессионала. Для тех, кто занимался повышением квалификации, умнички, если у вас завершается период повышения квалификации к 3 октября, то вас, скорее всего, повысят в должности или повысят зарплату в течение октября. Для тех, кто не занимался, начинайте, что уж делать, если опоздали. Для тех, кто ищет работу в благоприятный период, повторюсь, весь октябрь. Пожалуйста, с большей вероятностью вы её найдёте. Если вы хотите найти работу за счёт того, что понравится начальнику внешне, либо личностно какими-то своими качествами, вы решите этим оперировать, на это давить не столько на профессионализм, сколько на вашу внутреннюю и внешнюю красоту, тогда ищите работу с 8 октября, либо приходите к начальнику, если вы уже работаете по поводу повышения в должности, повышения зарплаты, начиная с 8 октября, лучше это сделать по на луне до 14. Если вы сами начальник, то у вас замечательное время для подбора и набора персонала с 3 октября по 14 октября. Если вы хотите устроить кастинг не на работе, а в личной жизни, то есть для свиданий, для того, чтобы выбрать подходящего партнёра, особенно это относится к мужчинам-водолеям, то кастинг такого типа можете устраивать с 8 октября по 14. Прекрасное время для свиданий, полнолуние в том числе, время подходящее для свиданий. Может быть, что случится у вас, неожиданность такая, даже очень приятная такая, но всё-таки детская неожиданность, как, например, вы устраивались на работу, влюбились в начальника, а крутить романы запрещено на рабочем месте. И вот у вас станет такая дилемма. Вроде бы вы нашли любовь, но при этом вопрос, как теперь работать, когда мысли все о любви. Вот такая неожиданность. В это время действительно кто-то, кто стремился, пытался, старался, повышает себя в статусе через новую должность и через новую зарплату, начиная с 8 октября. Если вы хотите стать руководителем, начальником и начать управлять с любовью, с интересом, миролюбиво, дипломатично при таких условиях, то благоприятный период предпринимать для этого шаги с 23 октября. Ещё лучше по новолунию занимать новую должность. Однако здесь Вселенная нас ограничивает. Новую должность после 28 октября только три дня. 28, 29, 30, потом уже будет ретро-меркурий. И по ретро-меркурию новую должность уже не слишком-то благоприятно брать. Если только вы когда-то её уже заменяли, замещали, к примеру, то есть когда-то вы её уже брали, были исполняющим обязанности, а вы теперь становитесь действительно директором, тогда уже можно и по новолунию две недели с 28 октября и дальше, несмотря на ретро-меркурий. Потому что ретро — это переделка. Если вы когда-то уже исполняли обязанности своего директора, то можете стать директором. Если вы никогда этого не делали, то вот эти все попытки предпринимайте в начале октября и вот в районе полнолуния. Также для вас благоприятно. Обратите внимание на день 9, простите, 7 и 8 октября. В это время, кроме того, что Венера переходит в ваш 10 дом, ещё и Луна будет идти по вашему знаку Зодиака, по Водолею, а следовательно соединяться либо с вашим Солнцем, либо с вашим Асцендентом, либо с вашей Луной. И вы можете чувствовать себя не очень-то хорошо и в некоторой степени дискомфортно. Поэтому побеспокойтесь о своём здоровье в районе 7-8 числа, а также 14-15 — это полнолуние. Десятый дом, поэтому любая ваша цель может быть достигнута в этом месяце, если она целенаправлена, если это то, к чему вы долго, упорно, усердно трудились и старались ради достижения этой цели. Можете заключить статусный официальный брак, брак с начальником, либо с человеком старше вас, по возрасту, либо по статусу, либо с материально более обеспеченным человеком. Или это просто какой-то государственный служащик, государственный чиновник, или, может быть, это просто человек, у которого есть работа. Если вы, к примеру, творец, фрилансер, если вы работаете сами на себя, и доход у вас нестабильный, то вы можете здесь в октябре создать союз с человеком, который, напротив, работает очень стабильно, а за одну и ту же зарплату очень долгие многие годы. Целый месяц хороший, дорогие мои водолеи. Желаю вам успехов, удачи и любви. И сейчас специально для вас из целительной колоды Оракул Ангелов достану еще карту. Для тех, кому интересно, оставайтесь, настройтесь, давайте посмотрим, что вам подскажут ангелы об октябре. Проявление силы. Чтобы привлечь желанный результат, используйте ваши духовные способности и природные умения. Вот видите, все-таки 10 дом. Это о труде, это о способности устремленно трудиться. Кстати, еще забыла вам сказать, дорогие водолеи, Марс 4 октября в вашем девятом доме. Это дом успеха и удачи, второго шанса благоприятного стечения обстоятельств, друзей, возможности выезда за границу, возможности работать за границу, возможности путешествовать за границей, а также это второй, более удачный и успешный брак. Поэтому, если вы хотите, проявите силу в октябре в этом направлении, в этих целях. Хотите, путешествуйте, хотите, учитесь за рубежом, хотите, работайте за рубежом, хотите, в командировку едьте, в удачную, в хорошую, хотите, заключайте второй официальный брак или брак с более статусным, зрелым человеком, с авторитетным, с богатым, то, что я вам уже описывала. Хотите, расширяйте свое мировоззрение, а точнее расширяйте свое мировоззрение, хотите или не хотите, Марс вас будет к этому толкать, чертать книги, становиться мудрее, путешествовать, заключать важные союзы, особенно с иностранцами, познавать чужие культуры, другие языки изучать. Да, изучайте другие языки. Прекрасный период для лингвистов, для писателей, для журналистов, для фотографов, для юридических всех людей. В общем, дорогие водолеи, для вас, для того, чтобы вы продвигались, прорывались, совершали восхождение на гору, а оттуда уже взлетайте к космосу. Всего доброго!